Всем привет дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Мэйд оф Скерп, или Мэйд оф Скерп. В прошлой серии мы с вами благополучно выбрались из сада, вернулись в гостиницу, тяпнули один цилиндр и что-то подсказывает мне, что зашли мы не туда. Нам нужно попасть с вами на второй этаж, а мы сейчас в подвале. Поэтому мы вернемся к лифту, поднимемся на первый этаж и будем каким-то образом пытаться попасть вот сюда. Вот в эту центровую комнату, потому что по-другому не получится. Так и сделаем, погнали. Мы приехали, нет туда. Поэтому двигаем обратно. И там уже будем чего-то решать. Иди-ка ты нахер, а. Сейчас посмотрим, каким образом можно попасть на второй этаж. Звуковой модулятор. Ну да, мы не будем его использовать. Абсолютно не будем. Это не нужно. Так, ну-ка. Я думаю, что вряд ли можно подняться на второй этаж через подвал. Так. Пора еще. Теперь смотрим, где мы. Сейчас нам нужно выйти. Там, где граммофон засейвится. И каким-то образом попытаться... Но это все не то. Через вентиляцию мы туда не попадем. Ладно. Идемте засейвим сейчас. Аккуратно. Это, конечно, не так просто. Так, где-то здесь было, да? Но это не то. Явно не то, конечно. Это я просто вспоминаю. Где все это было. Так. Угу. Отсюда и... Первая дверь направо. Зеленая. Иди нахер. Говно. Такое у нас будет. Небольшое путешествие обратно. Сохраняемся. Даже больше ничего не будет. Итак, смотрим на карту. Нам нужно каким-то образом попасть вон туда. Может быть вот так, если пройти. Сквозняком. Через вот этот широкий холл. Можно попробовать, почему нет. Так, попробуем, че. Ну-ка. С какую сторону сюда. Да. Так, мы пойдем на корточках, чтобы не вызывать подозрений. Под ноги будем смотреть. Под ноги. Не, родной, ну ты не вовремя. Очень не вовремя. Вот скоты, а. Сможем убраться. Тут еще один деятель. Ну мы хотя бы так передохнем слегка. Тихо, 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 тихо. Здесь хотя бы он один. Так. А, ну мы как раз там, где надо. Вот отсюда мы не сможем попасть. Отсюда выйти, направо и потом справа должен быть лифт. Так. Че, че, че? Ты пошел что ли куда-то? Ну так и стой. Говнючело. Так. Ну-ка. Это выход в этот. А это что? Нет. Ничего здесь нету. Ни-че-ло. А это? Выход в сад? Нет, нам это не нужно. А что это за комната тогда? Непонятно. Вот он первый этаж. Через подвал тоже. Никак. Интересно. Там на этаже тупик. А, на модулятор я взял. Хрень эту звуковую. У тебя я обойду, родной. Так, 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 так. Каким образом? Попасть на второй этаж, а? А здесь что? Ну-ка. Здесь есть, че взять? Хера тут нету. Второй этаж. А, второй этаж. Здесь, че-нибудь есть? Ну, здесь я был уже. И по телефону общался, да. Так, смотрим по карте, что это. Куда это? А, это начало, по-моему. Да. Интересная комната. Сейчас мы здесь засеявимся. Что-то я ее не помню. Эту комнату. Так, ну отсюда. Никак. Томас? Томас? Как же она не была открыта? Тут есть телефон еще, получается. Вот здесь документы и восклицательный знак, да? Да, замечательно. Ну, я это читал. О, и че такое? Читаем. Это что? А-а-а. Это карта более подробная. А что мне это дает? Да, собственно, нихера мне это не дает. Как было непонятно, так и остается. Так. Здесь мы только что были. Засейвились. Теперь вот тут слева что-то еще есть. Справа, точнее. Это вот это? Зачем это надо? Отвлечь их для чего-то? Что это даст? Так. Ну, есть у нас, допустим, карта. Допустим, карта. Телефон этот был. Но здесь я никак не пройду. Так. Но выйду я туда, в этот коридор, и что? Он меня абсолютно ни к чему не приблизит. Телефон есть вот здесь, правильно? Телефон есть вот здесь. Но у меня есть еще один телефон. Я там тоже было, увидел. Решительно непонятно. Решительно. Как туда попасть? Прочесть. Морнинг Хэральд. Морнинг Хэральд. Выпуск. Так, номер. То 75 и воскресное утро, 21 февраля 1897 года. 20 страниц. Одна полпени. Высокоуважаемый композитор Генри Хьюз представит свой новый шедевр в Королевском Альберт Холли. Известный композитор Генри Хьюз в последнее время работал над симфонией, которая в декабре этого года будет представлена в Королевском Альберт Холли. Мистер Хьюз, один из самых успешных музыкантов страны, сказал. Я очень горжусь и рад, что снова исполняю свое новейшее произведение для широкой аудитории. Фото Генри Хьюза. Молодой валийский музыкант выступит в местных театрах страны. Фото Томаса Эйванса. Молодой валийский композитор Томас Эйванс объявил на этой неделе, что отправляется в тур по всей стране, во время которого будет исполнять оркестровые версии традиционных валийских песен. Ну, это замечательно. Ценная информация, конечно, что там говорить. Ну, допустим. Что, что, что? Ну, что, они приходят? Что, бегут? Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Так. Может, вот этот? Так. И что это? Так. Так, ну-ка, вот так, если. Хм, что это такое? Виктория, может быть. Хм, я понимаю её. Это... Пиво надо, наверное. Всё. Так, пивные ключи, пивные ключи. Так, тыкал-тыкал, вот в итоге я всё это дело открыл. Значит, 1, 3, 2, 4. Последовательность слева направо этих ключей. Весёлых и прекрасных. Так. Я думаю, что мы сейчас их... Я так, я думаю, не успею. Хотя почему? Мы сохранимся, естественно. Так. Теперь. Теперь, 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 теперь. Угу. Здесь закрыто? Нет, не закрыто. Выходим в эту чудесную раз прекрасную комнату. Ну, понятно, что ты здесь появишься. Сюда ты, надеюсь, не зайдёшь? Мразотыш. Зашёл. Ну, это наглость. Лютая. Лютая. Отсюда я не пройду? Очень жаль. Ладно. Что это ты кашляешь? Я не понял. Здравствуйте, пожалуйста. По морде мне прям. Тихо. Или больше. Так. Угу. Аделья. Давай, давай, давай. ладно тогда вот так ну иди что там стоишь будиль отлично сейчас нам нужно будет вправо повернуть по моему вправо да вправо ну идем тихо 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 вот так делай все это быстрее тупень мы на втором этаже баланс боеприпасов какой нахер боеприпасов у меня вообще ничего нету с собой кроме этой перделки свистелки так цель обновлена что там ответьте на звонок кого-то второй этаж долгожданный второй этаж ой сколько я бродил тихо здесь везде нужны эти ключи щитом элизабет и там мне удалось попасть на второй этаж да я все еще здесь надеюсь что теперь тебе удастся найти способ добраться ко мне но пожалуйста будь осторожен на втором этаже теперь я знаю что мой отец дядя придумали всевозможные ловушки смотри под ноги где мне искать на втором этаже на том этаже в основном комнаты для гостей еще библиотека и комнаты моего отца не уверена возможно библиотека с тобой есть еще кто-то на чердаке я уже довольно давно не слышала никаких звуков за этой дверью я все еще слышу как они рискнут в других комнатах будь осторожнее томас цель обновлена и так не начал мужественно общаться так найдите все найдите все фамильные гербы прикольно да здесь закрыто ну естественно так отсюда естественно не подходит нет нет где щит нужен все фамильные гербы интересное задание что там говорить отсюда мы пришли так теперь зашли что у нас есть это комната 101 105 если начинать то по часовой стрелке я думаю 107 она сказала смотреть под ноги какие-то тут ловушки рот из венечки по на подгонку подготовили так журнал сака 12 августа 1897 года они все меня разочаровали мой олог брат похоже подтвердил худшие из подозрений элизабет после того как она начала копаться в журналах нашего отца теперь она наотрез откажет отказывается петь оказывает оказывается учиться по записям песни следовать нас ли отказывается учиться по записям песни следовать наследию своей матери должен быть другой способ другой путь мы долго не протянем на остатках было роскошь и возможно сами записи быть может получится придумать менее упрямые но столь же чарующие решение интересно чем боеприпасы тихо берем я под ноги смотрю я смотрю под ноги до что это это решение такое интересное вообще я молодец зашел двери не закрыл проходной двор ей бог проходной двор так интересно конечно решение что-то надо будет резать этой штукой туалет ванна интересная раскладка по комнате интересно прям охереть как под ноги смотрим под ноги под ноги под ноги так закрываем это что здесь есть такую неплохую кстати убранство комнаты богатая даже сказал они где ходят я не пойму журнал джебедая февраль 1874 мы нашли ее в разрушенном трюме судна в разрушенном трюме судна провиденс она была в железной клетке со стеклянными панелями закрепленной толстыми цепями откуда она взялась куда ее везли для кого я не могу сказать получив серьезные повреждения в результате крушения нам посчастливилось найти ее в таком ужасном состоянии ибо если бы она начала свою песню наша гибель была бы неминуема через несколько недель даже в таком ужасном состоянии потому какое влияние и песня оказывала на моих парней да и не только на парней даже на сознание женщин я был уверен что мы поймали саму пейсиною дочь мельпомены музу хора и трагедии что делать с таким созданием обладающим подобной силой тот кто слышал ее пение казалось попадал под власть ее чар и становился более внушаемым начинал боготворить ее мне стало интересно можно лишь ее помощью заманивать корабли но если бы был но если бы был но если бы был способ контролировать ее силу выучить ее песню мой старший исаак предпол предположил что его невеста прудунс готова попытаться и я дал ей свое благословение на это ну окей дал так дал смотрим под ноги что происходит что это было он здесь что это как так нахер к иди 1 просто нахер вот и все типа как это было ссыкотно а мы вот здесь прячемся еще он вышел оттуда мудак я удивляюсь как у меня не ощущение порешил прям там что это оно нужно вот это вот сюда вставить я так понимаю да вот эти остатки и какая-то головоломка откроется какой какую-то вернее мы головоломку разгадаем так еще раз пробую ты даже здесь есть да и шок ты шок ты шок ты ш поезд я специально пустил он дойдет я тебя извиняюсь А-а-а, вон оно че. Вон оно че. Бать моя родная. Ну-ка. Нет, закроем, 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 закроем. Так, говнюк этот ходит там. Я не буду здесь закрывать двери, чтобы, если что, можно было убежать. Уже надо бежать. Подожди, а что если, допустим, вот так спрятаться? Что будет? Он увидел? Вот говна кусок. Открывайся быстрее. Так, вышел. Хорошо. Но непродуктивно. Абсолютно непродуктивно. Абсолютно непонятно. Есть там чего-то, нету там чего-то. Пока исследуем. А это? Так. У нас здесь даже сейвочка есть. Какая прелесть. Сколько их тут? Табуны что ли? Ребзя, 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 идите-ка вы нахер. Какие-то они охеревшие. Прям охеревшие, охеревшие. Ну-ка. Да. Сохраняемся, я думаю, что... Ну-ка, что здесь будет? Это правда, мама? Ты тоже участвовала в этом безумии? Я могу поверить в бред дедушке, но что стало в последнее время с моим отцом? Если бы я не узнала об этом сама. Что наше состояние сделано на крови, цена которую мы платим за песнь сирены. Это та же песня, которую пела ты, мама. Теперь отец хочет, чтобы я выучил ее. Это полнейшее безумие. И все же, она завладела моим отцом и моим дядей, и завладела даже тобой. Что я могу сделать? Что я должна сделать? Я не могу податься требованиям отца только не в здравом уме. Только не сейчас, когда я узнала правду. Что наследие нашей семьи основано на кораблекрушениях, получено благодаря существу из мифов. На культе, выдуманном дедушке, культе, в котором служила жрицей. Как ты могла? Нет. Нет, я не должна, я буду частью этого. У меня должен быть способ покончить с этой тьмой. Трагично. Ну-ка, давайте посмотрим здесь. Ну, здесь гербы, конечно, вряд ли будут. Но я думаю, гербы мы с вами уже начнем собирать в следующей серии, дорогие друзья. А пока что ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Все, до новых встреч и всем пока. Пока.